Всем привет! Вы смотрите программу «Наука побеждать». Это новая передача об игровом режиме «Командный бой». С вами Эрик и Пауэрслайд. Слайды, я знаю, большинство из вас, наверное, уже знает, а я самый обычный игрок, который не только получает удовольствие от боёв, но и пытается разобраться, что и как работает World of Tanks. Итак, «Командный бой». Для начала немного теории. В этом режиме разрешается использовать любую технику до восьмого уровня включительно, а состав команды — от пяти до семи человек. Но взять семь танков восьмого уровня не получится, потому что каждый танк восьмого уровня — это восемь очков, что в сумме даёт пятьдесят шесть, а ограничение — сорок два очка. И учтите, если в команде не семь человек, а шесть, то сумма уровней танков не должна превышать сорок один. Если играет пять человек, то сорок. Вчетвером пойти в бой нельзя. Набор карт в режиме ограничен — это Лассвиль, Монастырь, Прохоровка, Рудники, Руинберг, Степи, Утёс, Химмельсдорф и Энз. Всего девять карт. Не так уж и много, но зато с точки зрения баланса это наиболее подходящие локации для игры семь на семь. Что ж, давайте посмотрим, как всё это работает. Находим команду, выбираем технику, подтверждаем готовность и в бой. В этот раз мы играем с составом из семи танков шестого уровня. Взяли пять квасов и два хеллкета. И тут же первое разочарование — попали против пяти танков восьмого уровня. Всё дело в том, что в командном бою нас балансят не по уровню техники, а по рейтингу игроков в этом режиме. То есть неважно, на каких танках решила поехать ваша команда, вас скинет к равным соперникам, но они могут оказаться и на восьмёрках. Поэтому не лучше ли самим взять танки максимально возможного уровня? Другими словами, набирая команду из пятёрок, шестёрок и семёрок, вы просто дарите победу противнику, который собрал правильный состав. С оптимальной командой разобрались, теперь будем побеждать. Берём пять восьмёрок на оставшиеся очки два танка первого уровня и в бой. Попали мы на карту «Монастырь». Чтобы наверняка захватить центр, отправляем туда два тяжа, а остальные прикрываем их из ущелья. Тут на нас выходит пять восьмёрок, дальше всё понятно без комментариев. Опять проиграли. Почему в этот раз вроде бы взяли отличный состав? На самом деле всё просто. Мы сделали одну, но огромную ошибку. Мы разделили силы. Дело в том, что в режиме 7 на 7 значение каждого танка гораздо больше, чем в рандоме или ротном бою, и любая плошность может привести к проигрышу. А у нас сразу два танка ничем не могли помочь трем другим, а соперники не только работали в пять стволов, но и имели возможность прикрывать повреждённых. Так что итог закономерен. Вывод тоже ясен. Пять восьмёрок — это боевой кулак, который способен в считанные секунды смести всё на своём пути. И не надо разделять силы, если у вас нет чёткого плана. А что делать с танками первого уровня? Да много что. Например, светить, захватывать базу и отвлекать противника. Подробнее о лёгких танках мы поговорим в следующем выпуске. Причём не только танках первого уровня, есть же ЛТшки на восьмом. Так что не пропустите. А пока давайте подведём итог сегодняшней беседы. Чтобы побеждать. Во-первых, берите в команду пять восьмёрок и лучше всего тяжей. Во-вторых, не разделяйте ударную группу. Тогда будет возможность прикрывать друг друга. В-третьих, не сбрасывайте со счетов танки первого уровня. Они действительно могут изменить ход боя. Кстати, мы открыли новый канал, посвящённый формату 7 на 7. И со временем «Наука побеждать» целиком переберётся на него. Так что не забудьте подписаться. Ссылка есть в описании. Всем пока и ещё увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok